Моя бесконечная благодарность Николаю Левашову По отношению к Николаю Левашову я до сих пор испытываю только чувство бесконечной благодарности и уважения. Я познакомился с ним весной 2003 года по телефону. Николай тогда жил в Сан-Франциско, а мы с женой в Испании. Нас свели вместе его уникальные книги, одну из которых я начал в то время рекламировать на своем сайте «Советник». С того времени и началось наше частое и тесное общение, позже переросшее в своеобразную дружбу. Дело в том, что очно мы так ни разу и не встретились. Но сначала по телефону, а затем и по скайпу мы много лет общались почти ежедневно. Со временем я фактически стал его основным популяризатором. Мы с женой занимались вычеткой его новых статей и книг и выкладывали их на его сайте, созданном мной в октябре 2004 года, который работает до сих пор. Встреча с Николаем Левашовым фактически перевернула с головы на ноги всю мою жизнь. Мы ведь в СССР как жили раньше? Старались любыми способами добиться как можно более высокой зарплаты, потому что от этого тогда зависело качество всей нашей жизни. Поэтому мы работали на износ, но никак не могли понять, почему же изменения в лучшую сторону наступают так медленно или не наступают вовсе. Николай довольно быстро и очень толково рассказал тонкости нашей жизни при советской власти и объяснил, что такое социальный паразитизм, откуда он берется, за счет чего живет и кем поддерживается на нашей планете. С этого времени начался период восстановления моего человеческого облика, исковеркованного в Савдепии партией большевиков, организованной иудеями в Минске в 1898 году. Именно Николаю Левашову я обязан смене своего мировоззрения на нормальное, а значит и всей моей жизни. И я сильно сомневаюсь, что без помощи Николая я смог бы это сделать самостоятельно. Именно он дал мне начальный толчок к этому и всячески помогал на пути познания, объясняя многие непонятные моменты. Он был мне старшим товарищем, несмотря на то, что был моложе меня. Я смелюсь сказать, настоящим другом, о котором только может мечтать человек. Другом, который не предаст, не сподличает, который поддержит и словом, и делом. В меру своих сил я старался стать ему таким же другом. Хотя, конечно, наши с ним уровни развития и возможности просто несоизмеримы. Изучая все новые и новые работы Николая Левашова, я смог частично восстановить свое образование. Дело в том, что процесс обучения, происходивший в школе и в вузе, фактически не давал людям знаний ни о природе, ни о человеческом обществе. Оббивал в головы учащихся множество лживых догм, которые почему-то считались тем или иным видом образования. Позже из книг и статей Николая Левашова я смог узнать главное, что необходимо любому человеку для нормальной жизни, и о чем никогда не говорилось в школе и в вузах. Я смог понять, что такое жизнь в принципе, где, как и когда она появляется в природе, откуда берется разум, какова настоящая цель жизни человека и многое другое. Именно за эти знания я бесконечно благодарен Николаю Левашову. Ведь кроме него, об этом до сих пор никто ничего внятного не говорит ни в школе, ни в вузах, ни в академии наук, ни в литературе, ни в кино, ни в театре, нигде. Везде одна и та же лживая ментальная жвачка, не дающая никакой разумной информации, но вызывающая у людей устойчивое отторжение знаний. Изучая теорию мироздания Николая Левашова, я узнал, например, что такое Вселенная, какие бывают Вселенные, что такое звезды и черные дыры на самом деле, узнал, что такое планеты и как они формируются природой в соответствующих условиях. Я узнал, что природа в реальности – это совсем не та штука, от которой нам нужно хватать милости изо всех сил, что природа невыразимо интересная и загадочная, а изучать ее – настоящая радость в жизни. Я узнал, кто такой человек на самом деле, как он устроен, как работают его органы и системы. Я узнал, что такое сущность человека или его душа, что такое духовное развитие, как можно его ускорить во много раз и для чего это нужно. Я узнал, что нам не нужно искать никакого эликсира молодости. Вместо нас его давно нашла природа и сделала так, что человек может жить и живет миллионы лет, если ему специально никто не помешает. Его личность никуда не исчезает, он хорошо помнит все события прошлого, его разум постоянно развивается, его навыки, умения и жизненный опыт все время находятся с ним и постоянно растут. Я узнал еще огромное множество других интереснейших сведений, о которых до Николая Левашова никто нам не говорил ни единого слова. Все это, вместе взятое, перевернуло мое сознание, поставило его в нормальное положение и вернуло мне интерес к жизни. Мне опять стало интересно жить. У меня опять появилась достойная цель в жизни. И это было здорово. Оценить такой подарок может лишь тот, кто ее потерял и внезапно находил опять. Да, жить полуразумным животным было, мягко выражаясь, не очень любопытно. Нормальному человеку в жизни постоянно нужна новая, интересная информация. Без нее человек чахнет. На какое-то время его способны отвлечь от этого сериалы, развлечения, алкоголь, наркотики, экстрим. Но потом он все равно теряет интерес к жизни, без новой информации, без новых знаний и погибает. От Николая Левашова я впервые узнал и о том, что наша дурацкая жизнь стала такой не сама по себе. Что наша планета около 10 тысяч лет назад была завоевана инопланетными космическими бандитами, которых он назвал социальными паразитами. Что Земля подверглась оккупации, и на ней постепенно была создана настоящая паразитическая цивилизация. Именно паразитам мы обязаны постепенным формированием такой кривой и беспросветной жизни людей. Это они со своими помощниками постоянно заботятся об уничтожении нашей науки, образования, воспитания, искусства, морали. Это они навязали нам фантастически неэффективное производство, разрушительное сельское хозяйство, невиданное загрязнение воды, воздуха и почвы на всей планете. Паразиты фактически толкают нас к разрушению экологической ниши, в которой мы живем, а это неизбежно закончится гибелью человечества. Спасти нас может только чудо. И таким чудом стал для землян светлый иерарх Николай Викторович Левашов. Он всю земную жизнь активно противостоял паразитам на Земле и в космосе и оставил людям обширные знания о том, как можно и нужно противостоять оккупантам на нашей планете. Он был единственным человеком в новейшей истории, который не побоялся дать людям правдивую информацию о паразитах и правильных методах борьбы с ними. Благодаря ему у нас появился шанс отбиться от непрошенных гостей и очистить планету от иномерной мерзости. Если мы это сделаем, человечество сможет выжить. Если нет, то наша цивилизация вскоре погибнет. Согласитесь, такие знания – это достаточно серьезное основание для проявления уважения к человеку и ученому, не побоявшемуся открыть их людям и растолковать, как правильно нужно действовать в каждом случае. Поэтому я, в числе небольшой группы соратников Николая Левашова, продолжаю популяризировать его знания, невзирая на разные уловки и ухищрения подельников-оккупантов. Если мы не будем этого делать, то точно погибнем. А если будем, то у нас появится шанс выжить и отбиться от паразитов на Земле. Мое восхищение Николаем Левашовым со временем только возрастает. Его непостижимый уровень знаний не просто удивляет, а вызывает настоящий восторг и желание хоть когда-нибудь добиться того же самого. А его терпение, доброта, вежливость, корректность и деликатность являются уникальным примером для подражания для любого человека, стремящегося стать культурным и развитым. Николай Левашов, по моему мнению, является самым ярким и удачным примером для подражания во всем. Он сильный, умный, добрый, щедрый, отзывчивый, как раз такой, каким, по идее, и должны быть или когда-нибудь стать обычные нормальные люди. Мы с вами. И это тоже добавляет мне сил и мотивации для постоянной популяризации Николая Левашова и его уникальных работ. Я очень надеюсь на то, что человечество, в конце концов, переболеет паразитизмом и непременно отвергнет его, как ненужную детскую болезнь. И одним из главных аргументов при этом, несомненно, будет стремление идти в противоположную сторону, в сторону знаний и как можно быстрее и сильнее приблизиться к идеалу, к образу Николая Левашова.